еще добрый вечер извините что беспокоен слушаю вас у нас все записывается выставляется в интернет вы не против у нас такая личная нужда есть вот с братом мы сейчас здесь сидим я не знаю как это такое семейное вы тогда не надо семейного если там не решает я не решу я с этим вопросом не занимаюсь зачем это нужно мы просто совет у вас хотели спросить только только то что явно явно если вы согласны а нет значит расстаемся зачем я буду так и какие-то брать согласны что у нас записывается выставляется в интернете я слушаю вас и говорите только то что можно если плохого ничего не там все таится то меня зачем на это загонять я не люблю это все открыто я сейчас у меня рядом брат николай сидит вы меня помните да игнатий мы как-то с вами беседовали он задавал вопросы относительно души мы говорили там духа где-то может полгода назад может много времени прошло вопрос такой вот вот брат у меня мы все посещаем церковь и у брата жена у него двое детей его а двое детей приемные ну то есть жена была разведенная потом они как бы создали семью начали жить все хорошо было но сейчас такое вот сейчас дети старшие вот эти которые не прием приемные дети есть они не слушаются отца и вот мы уже не знает уже вот у него там допустим как бы сказать уже стыковки какие у них идут там рубами постоянно уже нету какого-то этого как вот можно было то есть отцовской власти там ни жена не слушается как-то может какие-то местописания или что-то подсказать ему что-то он неправильно делает брат николай а вот сам так где брат а вот час я добрый день а где вы живете чемпион казахстан казахстан но даже на не слушается конечно вы ничего не сделаете у нее своя воля кроме молитвы ничего нет но главное то чтобы были примером для нее а вот она дети там не слушается тоже упущено это очень непросто я с детьми 45 лет занимался начальник детского лагеря я знаю здесь как ты себя поведешь от этого зависит очень много а если вы не руководитель не голова подкаблучник какой тебя кто будет слушать это а жена этими играет очень мужчина должен быть строгий внимательный и чем более он строгий тем больше она этого ценит ты ее бережешь не просто ты сказала на поехали ты поехал куда-то ты должна разумом своим уже мужским решить надо ли покупать надо ли ехать сказал чтобы это было выполнено вы сказали ничего не делается когда тоже было первый раз это надо было сразу отрезать а когда запущены все какой дашь совета его виноваты в этом значит забудь как долго спать поста молитва и господь силен это сделать даст раскаяние а детей взяли это не игрушка не шапка старая выбросить вы взяли вы за них отвечаете а он сейчас может ворует из дому тащит еще не сделать конечно какие-то законы есть там укорачивать но чем дальше вы будете кому-то обращаться тем хуже это будет дети то где сейчас в данный момент мой самый ну так они с вами то они могут подойти сюда а нет нет я вот у брата в гостях они в моем доме я просто пришел в гости мы общаемся и молимся и вот он вспомнил что к вам обращался и сколько я знаю опыта виновата мужчина большинстве случаев первую очередь зачем ты убрал такую ты должен был с тещей познакомиться сначала дочь очень часто похожа на мать что искал ты в ней послушание или красоты статности и если искал статности красоты это все со временем исчезает останется дряхлая дряблая а послушанием она бы украсила себя и семью наверняка не искали этого и поэтому ну как у меня на заводе знакомый работает там с братом и брату подошел и говорит сейчас пришел на авиационном заводе ответственная работа сейчас прошли игры через парк опять солдатами на риска моя путается я ее убью он готов и в детстве валера познакомился на танцплощадке ну там ищи он готов и андреев педотович где я в церкви познакомился из армии вернулся и заметил вот она стою в храме молюсь она хористка постепенно познакомились узнал какие родители вот я познакомился в храме сегодня 9 сейчас я не знаю где она не знаю что она должна быть храме я ее не вижу потом сверились а действительно в храме было ее не надо искать она душу положит чтоб только не нарушить волю мужа вы даже мечтать об этом не можете предел такой что на жизнь готова отдать я сидел арестованы за слово божие где-то до конца на везде проникла и в генеральной там прокуратуры и знакомых нашла и передачу тайным путем передать там какие сведения есть она вне уверенность стопроцентная а это как за дверь только вышел она уже опять свое делает еще цель советы создавать то легко я тебе скажу от парень и и ты как-то отпоришь никак дитя лежала поперек лавки почему не учил написано сокрушай ребра его не возмущайся криком его чаще наказываю чтоб потом утешать все а вот сердце это ласкались ласкались я я не про вас говорю я вас не знаю у меня рядом такие причины в родителях что они распустили детей не молились а теперь передачи в тюрьму ему носят на знакомые священник до сына и оба сидят за воровство как это какая слава церкви так что я могу только сочувствовать и помолиться уж там как бог даст чтобы бог благословил дал им страх кто не посчитает родители он проклят раньше было как допустим вы усыновляете сына порядок был такой это в церкви было считалось молитва особая и который ваш сын пасына к вам он склонялся на колени молились вместе а потом он ложился и очень наступал ногой ему на шею вот сюда вот а на шее это означает полная покорность это обряд такой был обряд я не знаю только обувший не обувший видимо разуши был и он лежал он понимал согласен согласен вот тогда разговор шел как надо а сегодня кого взял от каких родителей кто они такие у нас одна девочка тут дали походить пока как внучатка на маленькая совсем но родители оба из такого колена что горит уже пятом колени все сидят не заблагоугодные дела девчонка она вот такая вот везде я не не остановить ничего нельзя тут она у меня только может слушать все где-то а жир живой иногда бабушка играет и не не слышит я на веревочке держать надо никому не подчиняется а тут заходит уже ходит ровно так что взрослые вы себя не были рядом я бы им прочитал места писания сказал что их ожидает в каких детях это отразится эти у расула гамзатова есть такой рассказ пришел с поля с сыном там он пахал горстная рода аварцы называется национальность такая и горе сидит и плачет что домой сын мой сын и все что упал в ущелье волк разобрал он говорит нет хуже да все что будет хуже то может быть он ударил меня ударил кажется горы задрожали от гнева немедленно решили уничтожить его он как подождите я вам расскажу другое я однажды пахал на этом поле с моим отцом я был гневный я ударил отца отец гад побледнел горц горц они гордый народ такой он сказал сын я ничего не могу сказать только пусть тебе бог это откроет но вырастут твои дети они также с тобой поступят я виновен я с отцом так поступало теперь бог мне это посылает бумерангом чтобы я вразумился и покаялся я зато он говорит ты возвращаешься домой у тебя подарки для жены а нас тебя встречает как зверь рыщить на тебя почему а вспомнив жизни твоей ты не поступал ли с другой женщиной так а она теперь не зная того как скальпель в руке хирурга врачует тебя врачует ты неизвестно нее она для тебя врач и может быть дети ваши это врачи для вас как вы обращались со своими родителями всегда ли были на молитве не бросали ли церковь божию да и сейчас как поэтому у нас решается любая задача на коленях на коленях до совершенно необычный бог делает дела до на другом конце земли участка позвонили молились мы все бросаем и сразу на молитву становимся у нас это такое вот что обязательно три святое 100 поклонов а мне четверо детей трое сразу заболели тут какая-то эпидемия ходит сейчас только сейчас вот сообщили дети выздоровели старшая а старшая такая талантливая девочка она уже большая лет 15 у нее более 100 наград музыкальные там классические произведения исполняют там по стране где вызывают сейчас только воскресенье она выступала и первое место опять заняла и тоже опять видимо там на роду много было и захватила вирус что делать молиться сразу звонят со всех сторон помолитесь мы знаем наш врач христос и он божественной рукой поможет все преграды превозмочь спасибо аллилуйя слава христу просто сами у него не выединитесь пока где-то в комнате отдельно кстати на колени и помолитесь объявите пост после молита не пей не ешь день-два и крепко-крепко вопия скажи господи мне это непереносимо я сочувствую вам когда я вижу что мужчина унижена женщина командует это пирамида перевернулась кверх ногами она не устоит муж глава и учить жене не позволяя не властвовать над мужем она может даже при детях тебя поносить вещь неслыханная за 1300 лет у мусульман ни одной такой не было не было почему у него на боку кинжал и она-то знает если он вышел скрипку я развожусь сосед ты слышал я развожусь три раза крикла сосед сказал слышу все она в дом не имеет права заходить что на ней есть она даже выйти со двора и все разводы не не может по судам у них шариат действует и она поэтому ходит в ожерелье все богатство на шее она слова не скажет она знает что она четвертая жена это по их закону а у нас это не положено он может там наказать и за измену их сразу горца режут у нас ничего не дано у нас оружие никакого нету только молитва и пост любящий христос недавно никакого оружия кроме любви смотри какая еще ситуация еще чуть-чуть продолжу я до ситуация какая у нас же как бы сказать женщина она тоже это равноправие да вот как десятническая церковь то есть у нас она у нас сестра она у нас лидер служения такая вся скотчет прыгает такая вот знаете куда-нибудь улететь там на служение поехать там куда-нибудь туда там где-то конференцию ну вот в таком духе она да вот уносится понимаете не понимаю она не должна шага сделать дверям пока ты не поставишь точку сказал нет все тебя проверять не надо она должна села сесть и заниматься своим делом она летает где-то для кого она делать когда нарушает заповедь божью мужа бог поставил во главе муж глава жена тела все кончилось она ездит учит а чем учит вы называете писятической церковь нету писятической это все ереси секты церковь от христово времени это писятище 150 лет назад возникло а где надо эта церковь была все еретики все себя конфессии динаминация нет таких слов это ересь сатана прикрыл слова ересь вот этими словами а то мы церковь церковь там где есть епископат от апостольских времен я уж говорил об этом зачем себя обманывать в церкви есть особое правило каноны я могу и говорить у меня 50 их подошел знакомый ну и говорит вот у нас говорю ну не церковь он уже это знает но вот выступает брат один моего уважаем но сейчас я захватили он изменяет жене то есть прелюбодей что делать я ему открываю правило василия великого женщина отлучается на 8 лет на 8 лет она должна только плакать у дверей внутри церкви она не будет когда литургия совершается там оглашенные за дети где-то ой да это долго а зачем ты пришел ко мне ты пришел я тебе открываю правило ганский антиохийский собор где епископы собирались со всего мира проходит какое-то время и говорит но мы его допустили он начал проповедовать а теперь опять то же самое поймали что теперь делать игры за хвостом яму вам было сразу сделать это он не имеет морального права учить других он не имеет права вот священник допустим живой человек то говорится где-то там увлекся чужой бабенкой и согрешил все сам снимается навсегда он священником уже не будет но причащаться может в этот же день потому что два наказания церковь не дает это все обдумано а в церкви у нас как исповедь мы на исповедь приходим вот я воскресенье в это был причастник у нас литургия совершается потом тело и кровь христо выдаются мы на исповедь идем священник выслушивает если я не не виновен ни в чем он разрешает властью данной мне от бога да разрешишься от грехов господь будет кому простить и проститься 20 глава евангелия от я на у них власть а у вас они не могут сказать у них власти нет как у мусульман они не могут прощать не умиреев власть дана только в церкви христовой ну и что вот если человек согрешил тогда обязательно показано правило васильевика 2 если женщина сделала убийство ребенка в очреве то есть аборт на 10 лет отлучается два с половиной года она должна стоять стоять на улице дождь снег ей на голову она может только плакать и просить людей помогите от небогода чуть скрыться потом два с половиной года ей разрешается слушать я потом выходить когда проповедь говорится потом еще два с половиной года когда она может присутствовать но не причащаться называется куб настоящие и так последние два с половиной года уже до катакла и пископ решает еще это не просто так а если у нее были многие слезы все время плачет то срок может на одну треть сократиться семь лет только а сегодня священник дал дал ему там 40 поклонов но через месяц подойдешь это обман церковь христова от христа идет и на все правила есть раньше 30 лет при святера не ставить у нас православие сплошь рядом нарушается я канона эти знаю занимался у нас 719 правил из них 413 каждый день нарушается торговля в храме все деньги мамона а я когда говорю они злобятся на меня я говорю о правилах говорю я сегодня с митрополитом только говорил беседовал и у меня брат пресс-фитер надо решительно сказать мы идем в царство небесное так многие бегут на листалищину один получает награду один бегите чтоб получить полгать они так бьют чтобы воздух молотить никого нету наверняка поэтому на тебя будет много искушений как ян златоуз говорит пираты грабят тот корабль где драгоценность они где солому везут и поэтому чем праведнее ты будешь жить больше исполняется писание на тебе все желающие жить благочестиво будут гонимы этому не надо удивляться нас бог трет испытывает нас на что мы годны вот тебе испытание такое да ну а что делать послание крымином 16 глава 20 сын и бог вскоре сатану сокрушить под ноги ваши дети могут прийти и просить прощения это даже не зависит я еще на коленях стою ну в камере а мне утром говорят сегодня горит ночью сзади вас остановились семь человек на колени молились преступники убийцы грабители этот дух святой касается сердца людей это нельзя человеку сделать здесь никакой ораторский талант не поможет только дух святой о чем серафим саровский говорил главная задача стяжание духа святого просить чтобы дух святой тебя вел родился свыше чтобы он вадим духом святым не просто там баба лакал что ты говорил как у 50 ников языки даны для неверующих какие-то ты не веришь и тебе дано удостоверение что тебя бог принял они для внешних а внешние зайдут не скажут ли что вы беснуетесь языки в третьем веке уже кончились их больше не было это все выдумка это религионский пишет зачем когда в каждом народе есть проповедники библия переведена тогда не было это знамение было по любому вопросу надо обращаться в библии святой и что церковь как истолковало все истолкованную не с нас она началось то зачем так гордиться то а мне это не надо мартин лютер мартин лютер монах был зачем он размонашивается когда обещание дал богу не жениться совратил монашку шесть детей нажил срам один и он руководитель реформация реформация должна быть душе нигде не нарушить волю божию если ты дал слово исполни писание бог на небе ты на земле чтобы он не поразил тебя читай притчи соломона читаем 30 глава 5 6 сих не прибавляй к словам его чтобы он не обречил тебя ты не оказался лжецом а учить лжецов в озере огненным надо серьезно относиться хорошо я знаю это не вам нелегко я сочувствую вам да поможет вам господь чтобы установить все по воле божией вот тогда она будет как есть молодые приходят тут ну я же человек смертно вот они приходят издали другого города молодые познакомились а мать заботится о ней . 1 у нее ну они подходят друг другу или нет что подходит а я же не могу сказать как-то помолились только я вижу они разные но у меня знакомая подруга она на 50 лет старше меня было я группе тони сходите она выходит это зачем-то не послал лишь совершенно разные все поехали домой она замуж за него не вышла надо к старшим обращаться опытным тем кто молится кому господь отвечает вот мы воскресенье вот в это вот вчера отмечали двадцатилетие где вот я сейчас нахожусь это два дома когда я вернулся из заключения а я создал по на теху самую крупную в мире 50 книг насчитаны были библия златоуз жития и распространил по всему советскому союзу и меня судили я отбывал в казахстане женатасе джамбульской области когда вернулся 11 лет шел суд и господь сделал так что выиграл этот суд а рассчитываться нечем и тогда администрация города мне предложила недвижимость а нам надо было молиться где-то мы православные но у нас отдельно собираемся мы ничего не отрицаем ну просто нам не надо вот эту торговлю у нас не торговли не это с тарелкой у нас не ходят десятина святая все покрывает десятина святая богом установлено торговлю он выгнал тут доказывать еще не надо и вот мы отметили 20 лет как мы здесь первую литургию совершили вот как будто один день прошел все идет к нам приехала казашка она она была свидетелях и его вы но правильно назад светили сторожевой башни и она в интернете наткнулась на наши ресурсы от у меня в ю тубе много разных роликов 8800 роликов у меня только вообрази только это она обратилась покаялась и стала православной от них ушла нынче приняла крещение но и видишь что мне уже семьдесят восемь лет и она горит я боюсь с вами не встретиться она родилась и павел горит я родила вас во христе и она приехала и сегодня мы с ней поехали по храмам везде помолились встретились митрополитом над всей областью который такая благословенная была у нас встреча везде и мы везде 100 заходили в храм и везде молились молились хотели католиком зайти у них закрыта рядом мусульмане там все это закрыто мы везде заходим везде свидетельствуем вот мы ездили мы ночевали в доме муллы мусульманин а жена у него ну просто замечательная она преподает разное там университетах везде и мы у них ночевали беседы в интернете стоит как мы беседуем я обещал 623 кремли нам возмездие за грех смерть а дар божья жизнь вечного христе иисусе они ничего не могут сказать они просто обезмолвствуют вот они такие да действительно и такие они серьезные люди с ними шутить не придется где мы дорога ехали мы проехали от владивостока до лиссабона скандинавии прибалтику и где мусульмане рядом молились мы знаем нас никто не тронет они этого человека не бояться и мы их не боимся хотя молимся мы разным богам вот как бог один живой только наш наш бог имя ему егова и сын его иисус христос святая троица это когда все рассказываешь это у вас так было да вот мы в швеции сломались мотор то не от нас зависело вообще безвыходно никто не знает языка не знаем только по-английски и бог так дал и русские люди нашлись эвакуатор и нанялись и и уехали через литву в калининград а там тоже русская сторона и там отремонтировали огромные средства пришлось платить потому что волокол эвакуатор бог сделал так мы многому научились делать были мусульманских республиках черное море с той стороны мы прошли турцию какие они благочестивые какие талантливые ни одного пьяного нигде нету за 1300 лет они сразу уничтожает его а у нас сколько пьяни сколько людей подавили даже священники это перечисляли вчера пьяные священники людей сколько задавили но сейчас скрывать скрывать значит гнарид ссор не выметая из избы значит ссором жить а священник если даже нечаянно задавил человека он лишается сана у нас каноны раньше 30 лет он не может быть священником а сегодня их там 20 лет и уже ставят нарушение за нарушением идет а он не опыта ничего нету а мы говорим об этом ну и терпим конечно гонение давление но бог дал нынче хорошего митрополита епископа и он все прикрыл мы деревню с нуля строим православную он приезжает со священниками служит и нас ничто не разделяет но мы им не подчиняемся мы у нас отдельно от русской православной зарубежной церкви нас ничто не разделяет но так как они все вот такое вот ненадежно и мы не хотим чтобы слово божие поругаемо было у нас община благовестничество мы благовестие в окрестности только мы посетили 30 тысяч домов 30 тысяч евангелия раздали это бог дело человеку это невозможно вот вчера день благодарения был что мы 20 лет пробыли здесь несмотря ни на какие препятствия господь многое показал сколько людей нынче новых пришло новых он только что получил известие из италии испании из казахстана и иритики приходят разные сектанты руководители при святерах каются выписывают у меня книги у меня 38 томов вышло из печати моих книг но не покупают и люди совершенно другие делаются делаются с православными священниками возвращение домой называется выиграть ничего этого не знали не видели у наша все строго регламентирована как обращаться вот мы стоим всегда в 4 40 всегда хоть воскресенье в 4 40 днем чтобы никогда не ложиться чтобы утренняя молитва не спеша было чтение слова божия не спеша все делать быстро два момента нельзя торопиться молитва и святая библия а в православии этого не принято у нас иконы висят а между ними места писания все весь храм у нас священных писаниях и у нас не ходят по иконам то нет а просто изображение висят и все вот как оказывается в этой невыносимой обстановке можно работать и благодарить бога вот у вас такое препятствие ну там сколько два сына два до четверо то у меня больше несколько тысяч перебывала детей без помощи государства поднять дать отдохнуть ни одного несчастного случая я день и ночь за них трясусь я отвечаю перед богом перед людьми перед нравственным уголовным законом это очень-очень тяжелое время я добровольно взял ни одного поврежденного нету ребенок в течение месяца наркоман совершенно другим делается а как вы прилетела директор к эстонского института из лондона ее останкина привезли сюда и она все это усмотрела это мне год половина вас не рассказали как соломону сариса савская сказала как вы можете влиять никак мы просто молимся и делаем что нужно делать работа в огороде мы дороги сами поднимаем с нуля пруды восстанавливаем и от бог как слышит молитвы отвечает от нужны деньги у меня денег нет минимальная пенсия внезапно люди откуда-то сообщают вы деньги примете я бы если вы доверяете на сто процентов если один процент у вас голове шевелиться а куда их потрачу не на себя ли уже мы не примем потому что ты должен благодарить что бог дал нам вас а мы за вас благодарим мы друг другу нужны мы очень серьезно относимся к этому и поэтому ничего не скрываем на радостно что-то у меня был меня бог нашел в 23 года евангелие получил среди пятьдесятников я знаю эти эту секту от основания были что они в себе представляют и находится поэтому говоря с вами я реально представляю что за люди мы тоже познали как бы сказать и идя мы как бы ну видим тоже благословение от бога приходит в нашу жизнь да но даже у вас таинство таинство чтобы священство было без священства нет церкви христос спасал апостолов а чего бы ставить то сказал идите все пошли проповедовать 12 и не одной женщины а вот жена идет что-то делает жены ваших церковь да молчат она не считала это жены ваша церковь значит вы не церковь не церковь у нас просто так преподносится что берут персонажи там дивуру еще это самое уже потом вино остается вином а у православных вино делается кровью таинство совершаются а я спрашивают баптиисты 50-ти к адвентисты 7-го вы взяли хлеб да преломили и подали что подали хлеб а почему виновен против тела если недостойно причащается виновен против тела ты еще слепые что ли у вас села то нету а раз тела нету кто не будет есть сына плоти сына человеческого не будет иметь в себе жизни 6 глава евангелия тяна 54 стих не будет жизни то есть видимость будет всяк вот вы скажите зачем вы бреетесь самый простой пример ответа нет не любите мира не того что в мире вы с этого начните с малого в малом вере над многим поставлю а ты себе ума не дашь а дети тебе еще будет слушаться это знак власти дан христос был с бородой или нет конечно а пророки да апостолы да а чё тебе то надо какие доводы у жены нет бороды если борода растет это сбой в организме мужчина это значит он не мужчина евро какой-то ты посмотри на изображение какой достоевский сидит некрасов по порядку даже фидель каста приезжал это с бородой ну даже простое союз борьбы за освобождение рабочего класса сидят кажется шестеро из них посередине владимир ульянов сидит 30 лет он старше все до одного с бородами давно ли это было от революционера посмотри какой фридрих энгельс кармаркс ну не было таких чтобы у ленина говорит только бородку стали на усе а у хрущева и на голове еще нету надо смотреть открытым оком на все не бояться что тебя смеют там или что-то я для бога это делаю чтобы бог признал меня верным истинным и доверил больше мы с богом разговариваем как с близким человеком который строго он горит до ревности любит дух живущий в нас до ревности бог ревнует нас а это мирское все ты бреешь то кто любит мир в том нет любви очей бог таких любей на людей называют проститутками прелюбодеи прелюбодейцы не знали те что дружба с миром есть вражда против бога якова 4 4 зачем бреешься выкинь ее бритву то скоблицы и вот скоблицы сет а протопопа вакуум называл это блудодейная ересь бродобритие вот как один раз услышал и все нет будете держаться почему показать кто что скажет раздражение то есть тысячи причин а причина одна должна быть меня бог сотворил мужчину таким женщину так бог отличил ты посмотри даже как барана овца сильно разница бык и корова петух и курица но во всем мире это все и человеке также у него пробивается сначала усики там потом борода растет потом седая делается мужчина слова говорит я говорит для жены а для него христос он не подотчетен ели поэтому жене спасаться легче он-то ее хозяин то видим и а для нас христос невидимая все время должен прислушиваться молиться и ждать ответа вот мы молимся а потом говорим господи говори слушает и слышит раб твой и стоим ничего нельзя шевелиться мы слушаем что бог положит на душу не вопреки святой библии а когда сегодня смотришь везде такой раздрай такой разброд я посмотрел баптисты молодежь все в галстуках все бритые а чем вы отличаетесь от неверующих то не внешне не главное бог сердце любит да как это от сердца и идет ты прелюбодей значит у тебя и жена будете дети такие и внешне ты как прелюбодей тебя бог избрал храни это достоинство да хорошо ну давайте братья не унывайте первым делом бритвы уничтожьте объявите пост вдвоем троем и говорит чего не попросите получите я уже молюсь сижу и сейчас и молюсь я говорю и молюсь сразу же о вас чтобы господь благословил вас открыл вам истинное служение чтобы все кто свою не называли церковью это заблуждение сатана любит когда вещи прикрывая другими словами григорий низкий запрещает это слова имеет силу воплощения слова божие чем послана но не вернется назад пока не выполнится бог послал слова своему услышали мы должны ответить говори владыка слушает раб твой не советуется с плотью и кровью а жена когда дети бог прокормит он послал тебя ты иди и ты им скажи моей плотью живы не будете вы меня не слушаетесь вы нарушаете тот принцип который бог установил и вы обязательно будете раскаиваться в этом у вас жизни ничего не будет вы не ищете родительского благословения у нас дети идут в школу передний угол где иконостас три поклона там отец тяти там мама благословите благословили приходит из школы опять три поклона все абсолютно и полное послушание должно быть вот ребенок не позволяем у вас это тобою а теперь беда конечно беда я работал с малолетками в тюрьме знаю как что с ними делают там говори даже стыдно ну по писанию вас места не нету так коснистые я могу вам скинуть наши ресурсы чтобы смотрели знали на скорбит сайт есть есть это все я уже скинулся есть хорошо это может еще что-то хочется сказать что я я сказал все это вы если есть какие-то еще то вопросы по священному писанию вот тут можем показать как его это писание сегодня исполнить вот начинает нападать допустим на свидетелей это бессорожевой башни я в библию восемь раз написано слово егова но это переведенное слово егова это яхвы а она господь а данной по-гречески вы переводчики заменили его это более 7000 раз это слово его употребляют у нас богослужение ни разу я это говорю об этом а что вы не говисть при чем тут и говиста мы говорим о духе святом а вы что пятидесятники понятно вы везде проповедуем а вы что баптисты вот у нас люди которые в общине все до одного пришли сознательно в основном я в пяти университетах вел занятия приняли крещение полное погружение как положено вот знаете это у вас крестит когда там вот так человек стоит а потом вот так на спину его прокидывают так никто не крестил написано в смерть крестились а это в положении во гробе это христа так положено умер стоя даже этого не понимают он умер стоя прибитый он не мог упасть смерть его крестились тут толковать нечего поэтому сейчас начали некоторые даже и сектанты и ретики крестить правильно он приседает в ванде но примет ли бог это крещение крещение совершенные не руками священника называется осквернением это все серьезно серьезно а церкви сегодня у нас ладошкой по голове крещение католики там кисточку покрапили до обман я не буду говорить господь говорит языки на 318 он погибнет но кровь его я взыщусь тебя что ты молчал и не говорил а если ты говорил а он не внял он погибнет его кровь на его голове а ты спас свою душу вот как надо говорить меня таскали то не зря я генеральным секретарям патриарху вон везде писал что ждет этот мир если не покаются мы должны быть верны иисусу совершенно довериться не думать от меня возьмут а как они будут там без меня еще лучше пойдет они хлебнут горят и по-другому пойдет с богом торговать все нельзя он сказал ты должен сказать слушает раб твой как сказал самуил когда младенец был вот как услышать этот голос на молитве на молитве по слову божию жить надо чисто потому что слепорожденный сказал грешника бог не слушает и взывал саул и не отвечал бог не через тумим не через дурим что кто знает а бог открывался или сею а остальные все замолкли один но когда один царь озер согрешил взял к отдельницу походите он царь он не имел права вот вы хлеб ломаете вы не имеете права все прокаженные перед богом ему надо прокажено было за город вывести а он это не сделал вместо него сын там япам и бог отнял пророчество даже от пророка исаи 6 глава исаи говорит и только в год его смерти бог открылся и показал небо вот как а вы берете за это дело жена там ездит на даже сидеть порогу ни одного шага не сделать платок надеть что без платка не было ни одной минуты жена постыжает голову молясь непокрытой головой что это знак для ангелов куда постыжение то твое идет то вы писали это в руках держите все же вы так распустили может вы скажите скажи никакая твоя деятельность тебя не поможет если ты против мужа идешь откройте место писания ска давай сядем и поговорим поговорим я тебя предупреждаю добром это не кончится умрешь горяхватишь нужно тебе как ты можешь не ценить его ну что братья все спасибо огромное на слава христу слава я тут еще не своего не говорил я называл вместо писания их надо выполнять услышал вопрос снятый отвергнись себя возьми крест следуй за мной себя не ищи оправдание бритью отвергнись себя бог повелел скажи я слушаю голос божий у меня так сотворил и все кончится женщина красит губы а зачем красит в четвертом веке ян ратауз говорит если бог не дал красоты на полтинник я не купишь а эфрем сирин сказал так женщина красит губы для того чтобы завлечь чужого самса кобеля найти вот какие слова четвертый век как будто сегодня сказано если бог не дал красоту еще то молюешься то еще безобразнее будешь выглядеть у нас от женщины у нас ни одна не красится вот когда зайдете видите когда у нас богослужение как они это два платка как 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 они выглядят они как не от мира сего ты наведи порядок там а то каждый выступает что хочет говорит это не годится самообольщение всего хорошего до свидания да сохранит вас господь и приведет познание истины до свидания